Добрый вечер и мы снова подводим итоги недели. Сегодня хотел бы поговорить о нашем общественном транспорте, в целом о нашем транспорте в Одессе и, конечно же, о городском хозяйстве и все, что его касается. Начну с достаточно важной глобальной темы, это тема транспортного моделирования. В городе Одессе на сегодняшний день такая модель отсутствует. Надо в этом сознаться. И это развитие современного города, города-миллионника, без моделирования, это, конечно, невозможно. Что такое, собственно, транспортная модель? Это набор математических уравнений, с помощью которого, имея необходимую информацию, имея необходимые аналитические данные по количеству жителей, где основная масса жителей города находится, какие самые густонаселенные районы и перспективные районы города, наличие торговых точек и так далее. Учитывая все эти данные, эта модель сможет нам четко рассчитать, какая должна быть в городе маршрутная сеть, какие должны быть эти дорожные развязки, где должны быть эти дорожные развязки. Эта модель нам это позволит рассчитать, какое должно быть это количество парковочных мест в центре города, какое это количество паркингов должно быть в спальных районах города и так далее. Даже и такие глобальные вещи, как застройки, новые дома, тоже должны быть отрегулированы этой моделью. Вернее, с помощью ее мы можем это понимать, какие подъезды должны быть к этому новому дому, сколько там должно быть это парковочных мест, ширина дороги и так далее. Зачем так детально рассказываю, чтобы было это понятно, почему нашему городу такая модель сейчас остро необходима. И именно этим совместно с департаментом транспорта мы сейчас занимаемся. До конца года, я надеюсь, даже не надеюсь, я уверен, в Одессе эта модель появится. Переходя от модели к нашему общественному транспорту, к нашей маршрутной сети, хотелось бы отметить, что наверняка все, кто передвигается в общественном транспорте, могли заметить, что автобусные маршруты в городе, скажем так, были созданы когда-то достаточно бессистемно. Если мы говорим за трамвай и за троллейбус, то это маршруты, которые не дублируются, а только где-то иногда пересекаются. То автобусные маршруты дублируются на каждом шагу, а где-то по 4 и по 5 маршрутов могут дублировать друг друга. Отсюда есть невыполнение, отсюда есть маршруты, которые вообще не выполняются. Поэтому в этом году мы ставим перед собой задачу оптимизировать маршрутную сеть, выйти на необходимое количество автобусов, которые должны обслуживать наш город. Это получить новые качественные решения по оптимизации маршрутной сети. Это тоже мы сможем сделать с помощью нашей модели транспортной. И соответственно, конечно, в итоге мы должны получить более качественный подвижной состав. И напоминаю, что в электротранспорте безналичная форма уже расчета есть, и это тоже до конца года должно появиться и в наших маршрутных такси. Напоследок хотелось бы отметить, что имел место быть в Одессе такой инцидент, когда руководством, сотрудниками одной из торговых сетей на парковке были снесены 6 деревьев с целью увеличить ту самую парковку. На улице это космонавтов. Так вот, хочу отчитаться, что виновник был наказан. Это лунки, которые были заасфальтированы, восстановлены для высадки деревьев, восстановлены силами этой самой торговой сети, за счет этой торговой сети. И как только будут позволять это погодные условия, будут высажены новые деревья. На этом на сегодня все. Как всегда, увидимся через неделю. До новых встреч.